Здравствуйте, друзья! Сегодня в Одессе день города, день рождения Одессы. И отмечают по-разному, и вот таким образом тоже. На Думской собрались люди, которые требуют перераспределить одесский бюджет. Чтобы их ни на что, зато у них есть деньги на суды, на дороги, на крутые машины. Я пришла сюда требовать справедливости. Я говорю на русском языке, потому что это мой родной язык. Хотя я украинка, я родилась, выросла в Одессе. Мой сын говорил на русском языке, но он положил жизнь за украинку, потому что это моя страна. Я прошу всех обратить внимание. В это время должно было на Думской проходить торжественное празднование. Мать погибшего солдата вставила фотографию погибшего воина возле трибуны, на которой должен был выступать Труханов. Эта история начала 28 августа, когда Екатерина Нажевникова буквально в одиночестве пришла с пикетом на Думскую площадь, чтобы высказать свое несогласие с тем, что будет ремонтироваться ТЮС, театр юного зрителя. Будет, естественно, за бюджетные деньги ремонтироваться и пристройка будет к зданию суда. Ремонты и реставрации, музеи, дорог, судов, театров только после войны. Вы слышите скандирование одесситами «Не на суд!» Екатерина Нажевникова – основательница благотворительного фонда, одного из самых мощных благотворительных фондов – Корпорация Монстров, Которая всегда впереди планеты всей, и волонтерская деятельность, и деятельность пандемию, и сейчас переселенцам. Именно она высказала возмущение по поводу траты бюджетных денег. Суть – все траты только после победы. А сейчас только помощь ЗСУ. Но сегодня у меня снова есть надея, что все-таки это город, которое на всю Украину обычно называют Баттой, когда про нас говорят, что нам ничего не нужно, что мы только ножи умеем витрачать, что мы умеем только шмотки купить и стрибать в них. Я вижу сегодня, что это не так. Я надеюсь, что вы существуете, что мы существуем, и я надеюсь, что они также увидят это и услышат нас. Что мы сейчас тут не закликаем, там, изменять плату, или мы не закликаем до каких-то там, ну, дей, мы закликаем их згадать, что они люди. И что они люди, которых мы выбрали, и надали им силу и возможность, инструмент, зараз допомогать тем, кто каждого дня отдаёт за нас своё життя. Кратце переведу слова Екатерины. Одесса – не ватный город. Пусть не думают, что Одесса умеет только тратить деньги и покупать шмотки, и прыгать, танцевать в вибице. Одесса – это Украина. Все средства только на ЗСУ. Всё остальное после победы.